И видно, что человек бесился, почерк прыгает, лук вы дрожат. Ромашки я нарываю, своим единорожкам целое ведро даю покушать. Физкульт, привет из Берлоги! Приближается хороший, теплый, классный праздник, Новый год. Время подарков и поздравлений. В связи с этим коллектив компании Тек Раша поздравит вас, естественно, всех с Новым годом и приготовит кучу подарков. Но подарки не раздадут всем просто так, их надо будет выиграть. Поэтому следите внимательно за следующими видео. Там будут озвучены условия конкурса и условия участия в этом конкурсе. Но немножко так подскажу, что если вы пересмотрите все видео за 2020 год на канале Тек Раша, вам будет намного легче и вы намного быстрее ответите на те вопросы, которые там будут заданы. Будет несколько полезняшных призов, будет несколько десятков, наверное, утешительных призов. Но самый главный приз это большой, могучий, красный, твердый американский предметище, о котором многие мечтают, кстати, ну, кроме меня. Поэтому боритесь и соблюдайте все условия конкурса. Также от вас взамен я бы, допустим, попросил присылайте на вот эту почту свои видосы с ваших мастерских, с теми, допустим, советами, либо какими-то определенными интересными, особыми приемами, либо способами монтажа, либо интересными вещами с балансировкой. Потому что мне лично присылают очень много видиков, и я их все просматриваю. Есть отвратительные, конечно, не очень хорошие, есть прям достойные внимания. Я хотел, чтобы все это было на канале Тек Раша. Мы это вместе обсудили, вместе пришли к какому-то общему решению, потому что все вы бороться должны за качественное обслуживание клиентов. Физкульт, приятель из берлоги. Питер прислал мне немножко вопросиков от наших подписчиков, на которые, соответственно, мне придется ответить, естественно. Вопросов немножко, поэтому видео будет коротенькое. Как у вас, кстати, прошел осенний сезон, очень интересно. Пишите, расскажите, что интересное вы почерпнули за эту переобувку. Потому что я знаю, что каждый сезон всегда какая-то новая фишка прилипает, к чему-то новому вы приходите. Очень интересно, что вот в этом году вы почерпнули. Поехали по вопросам. Можешь рассказать отличия холодной и горячей вулканизации? Допустим, ростовик холодный и горячий. Нахера? Про Тек все понятно, у них все универсально. Ну, про Тек всем все понятно. Наверное, все-таки лучше, чтобы все это выяснить, узнать надо это у производителя. Насколько мне известно, то есть существует... Разговор идет все-таки о холодной и горячей вулканизации, пластырей к каркасу шины, естественно. У Тека там из-за пластыря все универсальные. То есть на один и тот же цемент я могу привулканизировать их на холодную, могу привулканизировать на горячую. Это и есть одно из преимуществ, кстати, Тековского материала. Потому что мне не приходится держать отдельно коробку там с горячими пластырями, отдельно коробку там с холодными пластырями и ждать этого от неба случая, когда мне это пригодится, либо это пригодится. И радоваться, что наконец-то это быстрее я использовал, что у него срок годности подошел. Либо холодные пластыря. Насколько я знаю, то есть у других производителей подразумевается под горячую вулканизацию специальный цемент под горячую вулканизацию, специальные пластыря под горячую вулканизацию. И все это происходит одноэтапным методом ремонта. Холодные пластыря используются при двухэтапном методе, как правило. То есть там нужно еще отдельно цемент покупать для холодной вулканизации и отдельно вот эти пластыри, естественно, для холодной вулканизации. Используется, как правило, при двухэтапном методе, когда косметический ремонт делается на горячую, допустим, с образным вулканизатором, и потом привулканизируется уже пластырь. Ну, там ожидать до окончания полного ремонта. Но, в общем, тоже имеет право на жизнь. У тех, у кого, допустим, нет вулканизаторов с большой площадью покрытия поверхности чтобы полностью пластырь обработать температурой и 95 процентов наверно от этих залипонов на грузовых шинах которые делаются в этих вагончиках шиномонтаж как вдоль трасс они делаются я не говорю ремонтируется игру залепляются на холодную потому что водитель как правило не будет ждать нормальный горячий одноэтапный метод просто это долго повреждение как правило не разобрать не разрабатываются и то что я здесь вижу что привозит на переделку это ужасно конечно все поэтому для многих псевдо мастерских холодные пластыря кордовые очень удобный что зачистил немножко там клей подсох прилепил пластырь взял денежков отправил водителя вот так вот у тех как бы один пластырь и один цемент на любой случай как вам нужно я думаю понятно ответил примерно зачем это нужно но надо спрашивать мне это прямом эфире у бхз розы у сивика зануды кстати тоже почему бы и нет а у него кстати помогут окажет налоги как у нас ну я догадываюсь почему так как часто вы меняете воду и гранулы в моечном аппарате мой сам обороте у вас просто вода или вода с каким шампунем нет мощном аппарате для мойки легковых колес у меня просто вода естественно моем по мере необходимости либо куча грязи либо там запах какой тоже бывает раз в недельку это самое наверное редкая гранулу засыпаю по мере необходимости тоже буквально на глаз потому что вам считать или какие-то объемы выискивать да нафиг мне это надо вижу не хватает сыпанул там пол ведра ведро гранулу стоит там тысяч пять мешок что ли там килограмм ну допустим 40 не помню сколько брал в два раза все то есть я первый мешок при покупке мойки она у меня с 2000 не помню 14 что ли года допустим и второй мешок мужка за прошлом году взял там еще грамм полно пробовал кстати у меня за забором прям завод эти искусственного окна которую гранул кики изобретает и я их пробовал они не вкатывают все-таки беру в шиномонтажном это магазине опять же с двумя целями во первых нормальный хороший гранулы которые подходят для мойки нигде не застревает и все в порядке и опять же покупать надо там кого вы хотите поддержать если покупать где попало то магазин не будет получать прибыль не будет развиваться поэтому у меня такая задачка гранулы обязательно кстати да кто-то где-то я читал что в гранулы не используют потому что почему а потому что с ними мойку чистить сложнее да но тогда колеса не отмываются хорошо так как я хотел бы поэтому гранулы я использую никаких шампуней добавок не больше ничего там нету такие классные инструменты борта расширителя нет вам удобно работать ну я уже не раз говорю о моих видео что в легковом шина ремонте я вообще не вижу смысла в борта расширители но это я лично так привык я мне так делаю мне так удобно это не значит что их не надо покупать и что это зло и вред как допустим есть такие вещи которые ненавижу но борта расширитель если вам удобно на нем да пожалуйста на здоровье то есть я не пользуюсь и не считаю нужным его себе покупать и если там еще момент то есть это когда пластырь вы накладываете допустим кордовый на бочину чтобы сильно ее не раскозявливать чтобы геометрия сохранилась шины примерно сохранять на всякий случай так совет по ширине диска делать шину и тогда пластырь наложится как вам нужно как им нужно не вам а колесу я не пользуюсь но мне он не нужен может быть когда-то все равно куплю скажу лучше это или хуже стало но там добрость не вижу купить могу если захочу так один жирный вопрос оставлю на самый последний потому что он такой интересный видно что человек бесился почерк прыгает 2 квадрожат но не чайда печатным даже так видно фигня что почерк привет после установки грибка колесо собираем нужно ли балансировать обязательно нужно балансировать после по идее любого монтажа демонтажа шины с диска его обязательно забалансировать даже если вы туда ничего не ставили и даже если вы собрались с пометкой на вентиль как многие это делают или там приезжают люди у которых ты мне не собери там также как было и меня это ошкалит и у меня таких клиентов слава небу нет не попадается бывает еще там закрашенными грузами там даже приезжает у меня там лет 15 назад колесо балансировано ты мне его там не наруж балансировку в общем в любой монтаж-демонтаж балансировка должна быть сделана хоть тресни и неважно грибок это или или ничего как именно определить что повреждение на шине более глобальное чем кажется и нужно ли расчищать и расчищать гермослой и бутил до каркаса и проводить анализ конечно же нужно но гермослой бутил это одно и то же по сути подразумевает что монтажники хороший кстати красный классный грамотный вопрос в отличие от всякой вот этой вот ерунды которую пишут и который сам петербург не отбирает это классный нормальный вопрос на самом деле ответ видео моих уже есть но повторюсь что разделывать повреждения до целых нитей корда неважно легковое колесо грузовое колесо обязательно иначе вы никогда не найдете истинные размеры повреждения это сто процентов единственное что ну как лайфхак допустим грузовом факлайф в легковой шине сбоку можно разделывать все это снаружи там металлокорты там вы найдете быстрее истинный размер повреждения если на протекторе то изнутри стоп ты хочешь нажать или чем если на протекторе то разделка должна быть сначала изнутри потому что снаружи может быть независимо какой размер главное внутри найти как каркас повреждения тогда вы определите ремонтопригодное колесо ли нет и стоит ли она дальнейших тела движения нет плечо тут конечно все сложнее конечно лучше наверное разработать сначала изнутри потому что в плече там прям хорошие такие ограничения по ремонту грузовых шин до плечо наверно лучше все-таки служить тоже разрабатывать в легковушке ну как придется потому что даже протектор не вызывает особых затруднений смотри снаружи без разницы но расчищать всегда вы должны до целых нити корда только так вы узнаете повреждения истинные размеры погрузить и только так вы сможете с помощью таблиц подобрать пластик спасибо за вопрос прям респект вот этому человеку кто его задал вот интересный кстати тоже вопрос и у меня будет на него встречный разве шина не должна остывать минимум 12 часов после варки на вулканизаторе но отвечая на него нет не должна шину с вулканизатора вы можете доставать и с вулканизатор при даже уже наверно 130 градусах на большинстве от моих вулканизатор когда она остыла со 140 145 градусов до допустим 130 и для сохранения тем и для всего остального есть еще одна кстати цель почему на горячую вы чаще снимаем можно и уж ее уже удалять с вулканизатора отдать остыть до комнаты температуры только тогда монтарь монтировать на диск или там какие-то действия с ним совершать плюс если когда я снимаю на горячую шину с вулканизатора я всегда могу посмотреть если там пузыри то есть допустим где-то что-то нагрешил и пластырь вздутый все я знаю что это брак это не работа либо косметика вздувается такое реже но бывает если я буду оставлять шину остывать на вулканизаторе до комнатной температуры я никогда не увижу есть этом пузыри потому что он убежит и все это провал и в связи с этим у меня к вам встречный вопрос почему вы так решили что нужно шину оставлять на вулканизаторе и кстати тоже под давлением или нет остывать 12 часов и в связи с чем такая откуда такая цифра взялась 12 часов зависит ли от температуры в помещении зависит ли это легковое грузовое колесо и что это может дать я то есть я не издеваюсь нисколько в данном случае просто да это как атакой вопросительный пусть будет диалог что это нам дает если мы оставим шину остывать на вулканизаторе 12 часов что легковую что грузовую чему мы стремимся что мы выиграем какой профит получим с этого вот мне что интересно на самом деле ваши мысли пишите в комментариях а еще лучше я потом скажу что еще лучше так целых две бумаги столько много сегодня уже запутываюсь а как на шине ранфлет ремонтировать боковой пробой или грыжу саратов просит парней так много холостых на улицах саратова мать вашу ранфлет не ремонтируется сбоку устал уже об этом говорить и во всех нормальных литературах об этом написано во всех нормальных таблицам это указано все нормальные мастера об этом даже просто не задумываются 3 миллиметра максимум на протекторе повреждения в короне протектора и все никаких там горячих холодных или боковых и тем более не знаю там любых других повреждений ранфлет не подразумевает для ремонта другое дело что некоторые псевдо мастера это залепляют этим гордятся но это целая отдельная тема то есть вот это вот шинной индустрии шина ремонтной индустрии которую тяжело кстати победить на самом деле и потом тяжело нормальным людям клиентов объяснить что так делать нельзя это неправильный секс это грех блин в общем делать ранфлет нельзя ни в коем случае сбоку тем более если повреждением мало того мало того в европе в нашей любимой вашей любимой там боковые повреждения не ремонтируются даже на обычных шинах в большинстве стран кстати хотя там допуски есть какие-то но сколько я узнал сколько спрашивал боковые повреждения все аминь даже буквально прокол иголкой с борта все это помойка поэтому пара ремонт ранфлет забудьте нет денежков у человека на новый раз пусть живет и зарабатывает не берите на себя вот эту тренировку мозговую так расскажите про ваш компрессор пожалуйста на что главное обратить внимание я сейчас наверное не буду ничего рассказывать про компрессор вопрос эти тоже хорошие посвятим это отдельную целое видео которое расскажу все что знаю все что я сталкивался с этим этот понятно компрессор сильный шкам жирный даже для грузовой просто шиномонтажки это потому что мы только гаша много-много делали поэтому он не нужен мне допустим нравится вот у этого производителя кстати где-то чуть меньше полтора куба там куб 4 на выходе с давлением до 14 я сбросил самое минимальное до 14 бар в системе и запускается он на 8 и 6 вот наверное самое главное какие параметры для грузового монтажа допустим чаще всего колеса качаются ну там 8-9 бар а компрессор запускается у многих на 6 7 и вот это вот то что воздух надо скидывать что компрессор зовется завелся быстро подбежать колесо накачать успеть пока компрессор качает и все это давление это такая беготня и тренировка то есть первым делом если грузовой у вас шиномонтаж я бы обратил внимание на точку на давление при котором компрессор запускается чтобы вы допустим 9 бар если надо человеку вдруг колесо значит запускаться он должен допустим с 9 4 9 5 чтобы вы нормально без проблем без всяких тренировок без мозга этих усилий должны ну вас могли накачать нормально колесо обычному грузовику любому в легковом ну тоже производительность конечно же важно от мойка колес это жрет очень много воздуха намного больше чем даже пневмодели все такое я думаю этому видео посвящу этой теме посвящу отдельно видео плюс вот эта тема как бы на метр когда пропадает давление но посмотрите сколько у меня шлангов сколько пластиковых вот этих труп и если кто-то мне верю что на один бар падает на одном метре давление были ну у меня там говорю вакуум на концах должен создаваться и эти гайковерты все всасываться в шланги ну бред полнейший другое дело до пропускная способность всех этих фитингов всех труп и все такое но еще важнее самая главная тема это фильтра вот фильтров наверное коснусь я наконец-то ой не знаю пару недель посвятил вот этим иностранным сайтом англоязычным чтобы чтобы всю эту азотную тему раскачать узнавал у своих коллег слава богу они тоже идут на контакт они плохо говорят английским если честно я плохо понимаю по английски более-менее информация добыл азотную тему для себя закрыл с вами она думаю что поделюсь посмотрим как у меня будет настроение и сколько вы мне там за донатите на новую зимнюю резину вот и эту тему да я сделаю тему сделаю тема интересная обширная кстати для многих кто серьезно то есть опять же к своей работе актуально кто не серьезно то есть вообще по фигу чего там думаете но допустим я бы рассматривал на данном этапе чтобы быстро закрыть этот вопрос как минимум lb 75 по моему риме за есть компрессора белорусские очень не нравится компрессора там они миксованные с германии с россией что-то там от риме за лб 75 это минималка то что я хотел бы видеть мастерской хватает на все работы по сути если денежка физика побольше допустим лб 100 я могу то ли от этого лб не помню буковки будет лучше лб этом лт 100 ну вот зато они просты в обслуживании фильтра всегда в наличии масло всегда в наличии все там всегда работает проводки не забывайте мы чтобы электрик электриком тоже по башке надо давать тоже народ такой подтягивали протягивали от вибрации он будет работать практически вечно практически вечно так я человек не следующий но хочу спросить почему не срезать часто повреждения отношений регруверов там и заглубление ступенчато можно сделать очень интересный вопрос и кстати отвечать на него можно долго и несколько дней наверно но другое дело что я думаю человек просто издевается а питер специально издевается надо мной ниже культурной столице же не могу ругать матами или могу или не могу могу наверно могу так вот насчет почему участок не срезать отношения регрувером во первых потому что сразу поверхность будет слишком главное гладкая и подгоревшая не будет никакой шагрени сырая резина за нее не зацепиться никогда она так и будет во вторых то что ступеньками там нарезать где в протекторе ступеньками и сделать воронку вот эту вот круглую как мы в детстве вот этот шарик по пирамидке закатывали который так ну наверное это надо целую профессию пирамидка резателя заводить шиномонтажный мастерской если сбоку то там глубина резины не такая большая чтобы дать ступеньки но оба отбрасываем эту систему допустим удачно все нарезали ступеньками как тогда навести шагрень вот на всех этих уголках внутренних углах наружных уголках и даже если будет там куча времени кучу денег человек платит за то чтобы вот так тренировались мы навели шагрень мы сделали ступеньки вся работа вот этой геометрической фигурки будет вот прямо торгать всю эту косметическую массу резины нафиг наружу поэтому чашкообразный вырез не забываем золотое сечение числа фибоначчи погуглите что эта тема мне эта тема очень нравится и стараюсь и придерживаться так она дает более нормально подходящую и скажем доброкачественную поверхность и по геометрии и по шершавости с косметической резины чтобы поджениться вот для чего все это надо ну и теперь самый такой интересный вопрос шинка видно только для видосов существует раз столько оборудования и все чистое и времени для видео есть тут каждый день как белка в колесе крутишься спецовку стираешь каждый день хотя и мойка колес есть времени поесть нету покажи свой рабочий день в кранце сколько у тебя клиентов ну в кранце имею в виду тут наверно вкратце вкратце сколько у тебя клиентов и как ты их обслуживаю как колеса снимаешь на гнилые машинах или с которыми мучаешься по полчаса у которых диск припеки прикипел очень хочется увидеть а так все слишком просто и красиво ну доля правды в этом есть конечно с утра когда прихожу утром не начинается где-то часов 12 дня то есть многие люди уже пашут там часа четыре я прихожу в 12 мы открываем шиномонтаж я там ромашки нарываю своим единорожкам целую там ведро даю покушать если время и желание с пошел херовимчиком настроил все вот эти харусь арты сидят играют ну и все в таком духе потом приходят эти которые люди такие вот индийские танцовщицы накладывают мне грим съемки все я устал день закончен примерно так и происходит мой рабочий день колес мы тут не видим это все бутафории папье-маше станки честно говоря не помню у кого-то брал но было трудно но забрал все только по каталогам все выучился ничего знать не умею и вот снимать мне никого клиентов нет всех ненавижу все такое но вечером опять то есть кормлю единорожков рассаживаю по полочкам всех херовимчиков на ночь все рабочий день закончен и с удовольствием чтобы начать с утра опять снимать только этим я и занимаюсь все останки чистые потому что мы не работаем никогда не обманывайте клиентов всем пока